В сумасбродстве его величества, по его собственному признанию, по-прежнему виновата дурная наследственность. Продолжатся и всякие безобидные выходки. Однако, в отличие от знаменитой телеверсии, король будет много петь и танцевать. У исполнителя роли Дениса Желтоухова четыре сольных номера. Мюзикл на Хабаровской сцене ставит главный режиссер Красноярского музыкального театра Николай Покатыло. Один из его спектаклей прошлого года был удостоен шести номинаций на «Золотую маску». Интересно, что именно красноярские театры в этом году побили рекорд по количеству номинаций на главную театральную премию страны. Обыкновенное чудо режиссер ставит впервые и очень хотелось сделать это не так, как в фильме. Я сознательно делал так, чтобы подобрать артистов, которые не похожи. Ни в коем случае для меня вот в этом смысле был такой спортивный интерес. Но как может быть это не похоже, если это музыка Гладкова, если это пьеса Шварца, да, где тексты, которые мы знаем все с детства, расхватали их на цитаты и в любом случае ты видишь уже подсознательно. С танцовщиками спектакля работала балетмейстер из Красноярска Марина Суконцева. Артистам пришлось изучить новые танцевальные жанры. Звука я не знаю, что-то вот такое может быть. Главная декорация спектакля – лестница в бесконечность по типу модели Пинроуза. В мастерских театра ее сооружали месяц. Она у нас работает и по кругу, и вращается, и по ней можно вращаться, и можно сквозь нее проходить. Вы не только интересны, вы сейчас так хорошо. Мне достаточно, что нет для вас вина. Обыкновенное чудо – сказка для взрослых. Главная сюжетная линия в ней по-прежнему любовная. Медведь, который с помощью магии был обращен в человека, влюбляется в прекрасную принцессу. Но именно это чувство заставило его отступиться от девушки. Готовясь к ролям, артисты вспоминали, что сами когда-либо делали ради любви. В 11 лет мальчик навелся, написала в своем дневнике, якобы он все там описала и подкинула в лагерь, в мальчиковую комнату. Вот потом меня, правда, отругались за это. В студенчестве, как у всех студентов, у меня не было денег. Я из листов бумаги, на которых был распечатан текст, пьесы, когда мы учились в институте театральном, я из этих листов делал тюльпаны всю ночь. И потом положил к девушке, там, где ее вещи лежат. Обыкновенное чудо молодому поколению знакомо мало. Готовясь к спектаклю, некоторые артисты впервые прочитали пьесу и посмотрели фильм. Зрители начнут видеть чудо с середины декабря.